Насилие над женщинами и детьми жестко пресекается принятыми законами. Пишумбаев получил 25 лет тюрьмы за издевательство и убийство своей супруги. Ведется активная борьба с так называемыми агрессорами. Но как быть с теми, которые еще никого не убили? Являются руководителями компании и могут себе кое-что позволить по отношению к своим подчиненным работникам. Издевательства, уголовное преследование, давление полиции. В этом выпуске мы затронем все. Поехали. Героиня нашего выпуска Зарина Албогачиева обращается к президенту страны по факту травли, насилия и необоснованного вовлечения в сферу уголовного преследования. Вот что она говорит. Уважаемый президент Касымжи Март Кемелевич, меня зовут Зарина. Я обращаюсь к вам с последней надеждой за помощью, за справедливостью. Я работала на протяжении 5-6 лет в компании Булигенова. За это время я и мои коллеги подвергались моральному давлению, оскорблению, унижению. Вы, сука, сделали по-своему. То есть, как вы до этого на меня здесь 5 раз путь поклали здесь на меня твой. Я говорю, не понял, блядь. Что вы сделали там 6-й раз? Опять на меня путь поклали. Я говорю, не охуел или? Я вас к нахуй вообще послал. Вчера. И я отнаглаз с этой прихуевая, блядь. Я говорю, ни хуя себе, это что, если ты, блядь, обелел делать, и что ты делаешь? Ты дальше все продолжаешь делать, что в баску тебе вдумывается, блядь. Чуть-чуть осталось, блядь. Я тебя вчера нахуй отсюда послал только, чтобы ты 5 раз минимум на меня поклал. Люди устали терпеть такое отношение и уволились с компании. После этого они узнали, что на них возбуждено уголовное дело. У меня и моих коллег было заведено уголовное дело по 189-й статье, которое является просто вымышленным. Все, что он там описывает, использует, это настолько... Со стороны следственных органов и полиции на меня оказывается только давление. Давление проводились обыски, как в офисе у меня, так и у сотрудников дома. У меня дома. На вопрос, что вы ищете, ничего не объясняется. Они сами не понимают, что они ищут. Не делая пока никаких выводов относительно моральных или этических качеств, ну, думаю, раздувать здесь будет лишним, вы и так все наверняка поняли. Чел, откровенно говоря, заигрался в царька и путает рабочие отношения с личными. Ну, по сути, думает, что он платит, раз он платит, то все для него рабы. В прошлом году, в сентябре прошлого года, он подарил мне автомобиль, представив это как компенсацию за моральный ущерб. Смотрите, какой подарок у меня есть для Зарины и Израиловны. Офигенная машина, просто бомба. Но за все это время автомобиль так и не был зарегистрирован на мое имя. Так я поняла, что он и в принципе не собирается этого делать. Такая же ситуация у меня произошла с ним и с квартирой. Я вам даю только возможность Зарину. Вы выбираете квартиру. Мы ее покупаем для вас. У меня с квартирой было... Большую часть за эту квартиру я ему оплатила. И так же в начале этого года я поняла, что я не увижу ни квартиры, ни денег, ни машины, ничего. Весь штат сотрудников, как мы видим, сливает видео каждого его интересного совещания. Настя, вы сейчас такую хуйню несете, блин? Смотрите, да? Дочь заболела у вас. Вам нужно было лекарство найти. А вы не стали искать, никуда не пошли. Ребенок умер на похоронах. Вы сидите, ноете и говорите, доченька, я так тебя люблю. Ты даже жопу с дивана не подняла, блядь. Поэтому лучше бы Тороцева закрыла, блядь. И не этот. И не пиздел, блядь, здесь. Такую хуйню несете, Настя. Такую хуйню несете, блядь. С разбора письма компании ТО-360, профессионал ЛТД. Здесь генеральный директор, некто булигенов, пишет. Уважаемые господа, дорогие партнеры, довожу до вашего сведения, что в настоящее время заведено уголовное дело по статье 189 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан как присвоение или растрата веренного чужого имущества в особо крупном размере в отношении 5 граждан, а также информируется о расследовании компетентными органами в отношении компании ТО «Тепловент». С точки зрения права, с момента распространения такого письма счастья чувак, откровенно говоря, может заработать себе на приговор. Распространение заведомо ложной информации никто не отменял. Это оконченный состав уголовного правонарушения, предусмотренный статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. А все почему? Потому что статьей 19 Уголовного кодекса прямо предусмотрено, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Иными словами, нельзя называть никого вором, пока у тебя на руках не будет приговор суда. Но эти правила у нас соблюдаются отнюдь не всегда. Да, административные ресурсы отдельно взятых граждан позволяют делать чудеса. Мы пока не станем говорить, кто сейчас стоит за этим делом. Сейчас важно понять для наших граждан, что возбуждение дела в целях отомстить должно вызывать проверку в отношении тех полицейских, кто это сделал. Так сказать, общественное порицание. По сути, люди подвергаются прессингу от полиции и уже сегодня несут наказание, еще до того, когда их вина будет доказана, и они несут наказание до установления вины приговором суда. Он распространяет письма, которые поручат мою честь и достоинство. Он пишет о том, что я и мои коллеги являемся мошенниками, что на нас заведено уголовное дело. Это дело сейчас находится в производстве столичного ДП. Они расследуют резонансные дела, дела, завологиченные районными управлениями полициями или дела, относящиеся к категории особо тяжких преступлений. А вот дело Зарины не относится ни к одному из них. Сейчас я живу в постоянном страхе. Я в отчаянии. Потому что Мульгенов, когда я и мои коллеги уходили с работы, он так и заявил, что не даст нам жить спокойно, что он подключит все свои связи и все свои ресурсы для того, чтобы не дать нам жить. В данный момент именно это и происходит. И поэтому я обращаюсь и прошу вас, помогите мне восстановить справедливость. Глава государства говорил, что уголовные дела, рожденные на фантазиях правоохранительных органов, должны быть прекращены. Как минимум, я сейчас напомню слова Тухаева. А как максимум, началась новая, непридуманная история из жизни казахстанки. Сегодня полиция провела обыски компании Зарины. Изъята клиентская база. Сегодня приходят десятки клиентов, которые получили вот это письмо счастья с целью опорочить репутацию Зарины и ее команды. Иными словами, устанавливается контроль над ее бизнесом через полицию, которые могли отдать эти материалы в обысок. Иначе откуда они могли бы узнать о клиентской базе компании Тепловент. Человек не просто агрессор на работе, так он еще и пытается испортить жизнь тому, кто отказался жить по его правилам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok